В полном объеме жители округа получили гарантированные региональные соцвыплаты. Закон вступил в силу. Крупные работодатели региона обязаны отдавать не менее 40% рабочих мест местным жителям. С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепетова. Жители округа получили гарантированные региональные соцвыплаты. Почти 90% поступивших в окружной бюджет январских доходов направлены на обеспечение гарантий гражданам, которые относятся к различным категориям льготников. По словам советника губернатора по социальным вопросам Сергея Свиридова, те меры соцподдержки, которые были ранее, сохранились в полном объеме. Традиционно в начале года ситуация с доходами сложнее, чем обычно. Поэтому регион взял казначейский кредит под низкий процент, чтобы обеспечить своевременное перечисление социальных выплат. С начала года в окружную казну поступило 75,1 миллиона рублей. Социальных выплат осуществлено на 67,2 миллиона. Перечисления реализованы в два этапа – 20 и 23 января. В частности, в понедельник жителям округа перевели самые массовые социальные выплаты за декабрь. Общая сумма платежей составила около 50 миллионов рублей. Остатки средств, небольшие поступления на сегодняшний день позволили выплатить выплаты материнских, пособия на детей, выплаты, которые связаны с ветераном труда, выплаты по процентам по субсидиям на ипотечное кредитование, субсидии по ЖКУ. И вот сегодня уже граждане, вероятнее всего, получили самая большая выплата – это так называемое Тристо. И выше, те, которые граждане получают от Одетева, на Труженик от Ива, они перечислены на сегодняшний день, исходя из января за декабрь в полном объеме. Все остальные мы также планируем в ближайшие 2-3 дня перечислить. То есть мы до конца января, все меры соцподдержки, которые предусмотрены к выплате в январе за декабрь, мы их произведем в полном объеме. Более 12 тысяч людей высокого возраста получили компенсационную доплату к пенсии. На эти цели бюджет направил 45 миллионов рублей. Размер выплаты составляет для детей войны 7 тысяч рублей, для Тружеников тыла 9 тысяч 100 рублей. Пенсионерам выплачивается 2 708 рублей или 3 100 рублей в зависимости от стажа. Кроме того, были перечислены выплаты неработающим пенсионерам и инвалидам на содержание детей в размере 10 тысяч рублей. А также ежемесячные выплаты за декабрь на детей-инвалидов в размере 10 тысяч рублей. 20 января органам социальной защиты удалось закрыть задолженность за ноябрь. Это социальные выплаты по ипотечным кредитам, монетизация ЖКУ, ветеранам труда, субсидия ЖКУ и другие. Также перечислены ежемесячные пособия на ребенка за декабрь. Много вопросов вызвало выплаты, которые предусмотрены сегодня и уже произведены 15 семьям. Это компенсация за земельные участки многодетным семьям. В настоящий момент нашим департаментам подготовлены изменения в окружной закон, которые предусматривают положение о том, что они не будут учитываться при определении доходов населения. Мы планируем выйти на февральскую союзию собрания депутатов, придать тому закону обратную силу. И те выплаты, которые были произведены, они уже в объеме доходов не будут учитываться. Это так же, как те 5 тысяч, которые предусмотрены сегодняшним пенсионерам. Они отдельной строкой предусмотрены, что они не учитываются, и мы с такой же инициативой вышли в собрание депутатов. До ноября 2016 года жители округа получали все выплаты авансом в начале месяца. Из-за сокращения доходов бюджета срок выплат был перенесен на месяц, следующий – за отчетным периодом. Как ранее пояснил советник губернатора Сергей Свиридов, соцподдержку за январь жители будут получать до 20 февраля. При этом сроки перечисления средств не поменялись. Рубеж 20-х чисел каждого месяца будет сохранен. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал Север. Семьи, у которых ребенок не ходит в детский сад, продолжат получать компенсационную выплату. Для получения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать размер прожиточного минимума. Об этом шла речь на заседании администрации Ненецкого округа. Ранее в регионе были приняты поправки, согласно которым выплаты приостанавливаются до 1 января 2018 года. Однако семьям с трудным материальным положением продолжат выплачивать компенсации. Сегодня в Ненецком округе проживает порядка 350 таких семей. На обеспечение социальных выплат в 2017 году в бюджете предусмотрено 25 миллионов 300 тысяч рублей. Также на заседании одобрили решение выделить средства детскому саду «Умка». В здании необходимо отремонтировать отопительную систему. В январские морозы были выявлены ряд проблем. Соответственно, необходима замена радиораторов, замена коронов и небольшой ремонт отопительной системы для обеспечения образовательного процесса. Общий объем необходимых средств – 211 тысяч рублей. Средства возможно получить в рамках подготовки протокола соглашения с компанией «Лукойл». Крупные работодатели региона обязаны отдавать не менее 40% рабочих мест местным жителям. В январе в Ненецком округе вступил в силу закон о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан. Законопроект разработали в 2016 году по поручению губернатора Ненецкого округа в целях сокращения безработицы среди жителей региона, а также поддержки лиц с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда. Помочь местным жителям трудоустроиться предлагается при помощи механизма квотирования рабочих мест. Квоты закреплены для проживающих в регионе не менее 5 лет, многодетных родителей, одиноких родителей, детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет, представителей молодежи до 25 лет, получивших среднее профессиональное или высшее образование, а также всех, кто проживает в регионе не менее 15 лет. Размер квоты для работодателей, численность компаний которых превышает 50 человек, установлен в размере 40% от общей численности трудящихся. Переход под заданные нормативы для работодателя установлен поэтапно. В 2018 году квота уже составит 45%, в 2019 – 50% от имеющихся на предприятии рабочих мест. Закон затрагивает всех крупных работодателей Ненецкого автономного округа, включая бюджетные учреждения и компании-недропользователи. Порядок предоставления работодателями информации о выполнении квоты будет принят администрации НАУ в ближайшее время. Компенсация за земельные участки вызвала жаркие споры среди многодетных семей. Причиной недовольства стала разница в суммах, которую можно получить вместо положенного земельного участка. 10 образовательных учреждений округа закрыты на карантин. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью на карантин закрыты школы и детские сады в селе Тельвиска и поселке Харута. Кроме того, в связи с превышением эпидемического порога приостановлена учеба 4 класса, школа номер 1 и посещение пяти групп. В детских садах Семицветик, Ромашка, Теремок, Сказка и Радуга. По данным мониторинга Роспотребнадзора по Неницкому округу, с 16 по 22 января зарегистрировано 711 случаев ОРВИ, в том числе 470 у детей. Недельный эпидемический порог превышен на 77,6%. По сравнению со второй неделей января заболеваемость населения инфекциями в целом по округу увеличилась более чем на 6,5%. Наиболее интенсивный рост заболеваемости отмечен в Наринмаре и поселке Харута. На период эпидемического подъема заболеваемости, гриппами и острыми респираторными вирусными инфекциями в 2017 году в Неницком округе продолжает действовать комплекс ограничительных мероприятий. В частности, учреждениям образования, культуры и спорта запрещено проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Кроме того, с 19 по 27 января в медицинских организациях региона к больным, находящимся на стационарном лечении, не допускаются посетители. В поликлиниках закрыты профилактические приемы здоровых детей. Каратайские школьники вернулись домой. К месту проживания и учебы их доставили на вертолете 23 января. Напомню, дети из поселка Каратайка в дни новогодних каникул попали в Неницкую окружную больницу с острым отравлением. Экстренно госпитализированы были 20 учеников пришкольного интерната в возрасте от 7 до 13 лет. После госпитализации в инфекционное отделение больницы у пострадавших взяли анализы на пищевые токсикоинфекции. В результате бактериологических исследований врачи обнаружили сальмонеллез. Более двух недель дети проходили лечение. Сегодня ребята чувствуют себя хорошо и уже приступили к учебе. Лишь у нас кроме одной, все приступили к учебе, а девочка там заболела, по-моему, воспалением легких. Но ее в среду выписывают, она в среду должна прилететь домой. Этот же рейс школьного вертолета приземлялся и на остров Байгач. Но учебу в Каратайский интернат после продлившихся зимних каникул также доставили 18 уроженцев поселка Варнык. Таким образом, Департамент образования, культура и спорта НАО закрыл кампанию по доставке школьников на новогодние каникулы и обратно. Недоработанный закон или расчетливость жителей. Закон, округа которой предусматривает выплату денег вместо земельных участков, вызвал горячие споры среди многодетных семей. Причиной недовольства стала разница в суммах, которые можно получить вместо положенного земельного участка. Семьи, проживающие в городе, могут рассчитывать на 1 миллион рублей. Прописанные в поселке искателей – 600 тысяч, а жители населенных пунктов – только на 450. К тому же получатели социальной выплаты недоумевают, почему сумма облагается налогом в 13%. Возможность получить вместо земельного участка деньги у многодетных семей появилась в 2016 году. В Ненецком округе было принято постановление администрации номер 368-П. В документе были определены размеры социальных выплат, которые семья может получить взамен земли. Жителям Наринмара полагается 1 миллион рублей. Поселка искателей – 600 тысяч, населенных пунктов – 450. Мы считаем, что это неправомерно, так как мы живем также в черте города. Мы ничем не разделены с городом. Мы получаем такие же льготы, мы имеем такой же статус многодетной семьи. И поэтому мы решили обратиться, чтобы нам дали разъяснение. Разъяснение многодетным семьям Заполярного района дали на выездной сессии окружного собрания депутатов. Как пояснила начальник управления имущественных и земельных отношений, которая занималась всеми расчетами, сумма выплаты складывалась из средней кадастровой стоимости земельного участка и среднерыночной стоимости жилья. Также учитывались размеры земельных участков. В каждом муниципалитете они разные. Предоставление земельных участков призвано в первую очередь улучшить жилищные условия многодетных семей. Выплата компенсационная, если вы читали порядок, то она тоже привязана к предоставлению земельного участка. Вы не получите выплату, если вы не стоите на учете за землей. Соответственно, мы и компенсационную выплату привязывали к этим двум позициям. К кадастровой стоимости одного квадратного метра земельного участка и, соответственно, к одному квадратному метру жилья. На разъяснение начальника управления жители отвечали. Стоимость жилья и земли в городе и поселке искателей отличается не сильно. Различие в рыночной стоимости не так разительно, как в сумме компенсационных выплат. По словам Анастасии Голговской, в методике расчета использовалась только кадастровая стоимость, как положено по закону, а не рыночная. Получатели компенсационной выплаты волновал еще один вопрос. У меня вопрос такой, на основании чего взяли 13%? Какого кодекса? Налогового, уголовного, еще какого-то. По словам заместителя руководителя Департамента социальной защиты, облагать выплату налогом в 13% положено по статье 217 Налогового кодекса. По словам депутата окружного собрания Виктора Кмитя, чтобы закон достиг своих целей, улучшить жилищные условия жителей округа, компенсационную выплату необходимо сделать целевой. А поскольку выплата социальная, у жителей встает резонный вопрос, почему сумма разная? По итогам выездного заседания был принят ряд решений. Рассмотреть целевую направленность выплаты, правомерность налогового вычета, учесть опыт других регионов, в частности, Ямало-Ненецкого округа, где есть такая мера социальной поддержки. Этот город был дважды уничтожен до основания, но снова, словно птица феникс, он восстал из пепла. Победить сильных, крепких духом севастопольцев не смогли ни крымская, ни Великая Отечественная война. О героическом подвиге, который совершили крымчане, в Севастополе рассказывают многочисленные музеи и экспозиции. Посетить их можно в любое время. Традиционно туристов много не только летом, высокий сезон, но и зимой. Моя коллега Мария Владимирова тоже побывала в Севастополе и сегодня расскажет о двух уникальных музеях. Севастополь – самый героический военный порт России. Ему доводилось несколько раз играть в истории страны судьбоносное значение. Одному из них посвящен музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея». Она, как и сам Севастополь, стала примером народного подвига. Бронебашенная батарея, построенная на самой западной точке города, мыси Херсонес – одно из наиболее мощных фортификационных артиллерийских сооружений береговой обороны главной базы Черноморского флота и Советского Союза. Решение о строительстве батареи было принято Царской России перед началом Первой мировой войны. К началу Великой Отечественной береговой обороны главной базы Черноморского флота располагала развитой системой береговых батарей. В конце июня, начале июля 1942 года, именно «35-я батарея» стала последним оплотом героических защитников Севастополя. Именно сюда, на мыс Херсонес, постепенно отступали все оставшиеся войска. Здесь сражались и погибали последние защитники Севастополя. И вот всем им, до конца выполнившим свой долг, и, как сказано на этом памятнике, шагнувшим в бессмертие, и посвящается наш мемориальный комплекс. Площадь мемориала занимает около 8 гектаров, подземные сооружения – 5000 квадратных метров. Знакомство с казематами начинаем со сквозняка. П-образные помещения строились для того, чтобы защитить батарею от взрыва. Через него взрывная волна проходила сквозняком, отсюда и название. Сама батарея представляла два огромных железобетонных блока, внутри которых находились орудийные установки. Здесь перед вами в этом блоке представлен снаряд 35-й батареи. Он весил 471 килограмм, калибр 305 миллиметров. И вот такие снаряды загружались в каждый ствол, а следом загружались в специальные мешки с порохом. Они хранились вот в таких металлических пеналах. Вес каждого такого полузаряда был 65 килограмм. Снаряды и полузаряды размещались в специальных погребах. Они находились вокруг каждого орудийного блока. Батарея работала как слаженный механизм. На подачу каждого орудия уходило всего 35 секунд. Таким образом, солдаты в минуту могли выстрелить дважды. Дальность стрельбы достигала 40 километров. Сами орудийные установки могли вращаться на 180 градусов в одну сторону и на 180 в другую. Вокруг каждой орудийной установки размещались снарядные и полузарядные погреба. В правом крыле находились жилые помещения, а в левом все технические службы, которые обеспечивали работу батареи. Между собой блоки соединялись подземные паттерны. Героическая оборона Севастополя длилась 250 дней. В ней погибли десятки тысяч солдат. Почтить их память можно в пантеоне. Музыка Редактор субтитров А.Семкин Некрополь. Там захоронены останки солдат, которые были обнаружены при расчистке батареи на территории мыса Херсонес и в различных местах города. Сейчас там покоятся останки 438 защитников Севастополя. К 75-летию второй героической обороны Севастополя в музее «35-я береговая батарея» открыта выставка «Начало бессмертия». Её главными героями стали пять севастопольцев – ветеранов легендарного курсантского батальона военно-морского училища береговой обороны, которые одними из первых встретили врага на подступах к Севастополю осенью 1941 года. В этих первых боях принимал участие курсантский батальон. Позже немцы скажут, что это были отборные войска Черноморского плота. На самом деле это были пацаны 17-20 лет. Многие из них были даже боссами. Ну в каком плане? Они носки даже не надели на себя. А прямо так, сунув боссы и ноги в эти ботинки, отправились по два часа ранее. Туда, где предстояло принять первые группы. Обученные лишь только навыкам слегка рукопашного боя, они, может быть, впервые держали в руках линтовку Мосина. Это были курсанты училища береговой обороны. 1171 парень. Осталось их сейчас в нашем городе пять человек. Это Николай Баранов, Александр Глушаков, Иван Мацигор, Лазарь Ройтенбург и Николай Тарасенко. Их воспоминания, истории, рассказанные от первого лица, пожалуй, самая ценная часть выставки. Еще один музей панорама Севастополя рассказывает о героической обороне и освобождении города только уже в период Крымской войны. Панорама – одна из крупнейших среди 60 панорам мира. Ее автор, художник-баталист Франц Алексеевич Рубо положил в основу произведения самый яркий эпизод севастопольской эпопеи – бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо-французского войска. Огромное живописное полотно писалось в Мюнхене. Как в произведении искусства, севастопольская панорама представляет собой огромную по размеру картину. Длина по окружности – 115 метров, высота – 14, дополненная предметным планом площадью около 1000 квадратных метров. В путешествии по Севастополю непременно загляните сюда. А мы в следующем сюжете познакомим вас с еще одним уникальным объектом – музеем фортификационных сооружений времен Холодной войны. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, телеканал «Север Севастополь». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.